Да, всем привет, друзья! Прошу прощения, обещал я начать трансляцию в 9, но я был в кинушке и как-то очень поздно оттуда пришел. Вот. Был на Звездных Войнах, на новых рекомендую. Действительно, если любите Звездные Войны, это прям лучшие Звездные Войны из тех, что я смотрел за последнее время. Ну, моя любимая часть это первая, естественно. Но по сравнению с Изгоем 1 и с прошлой серией, конечно, тут все хорошо. Окей, я обещал ответить сначала на тех, кто написал в личку. Я просто почему? Потому что вот когда вы пишете в чате здесь, получается, вопросы очень быстрые. Я на один пока отвечаю, уже второй приходит, и это просто невозможно ответить на все вопросы. Сегодня поговорим про заработок в интернете. Ну, вот я начну с тех вопросов, которые вконтакте пришли, а потом в чате поотвечаю, привет передаю. Конечно, все это будет. Итак, по вопросу, да, привет, привет, вечер в радость. Сергей, привет, добрый Виктор, добрый вечер. Да, 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 привет. Хорошо. Сейчас как-то так сделаю аккуратно, а то как-то я странно очень выгляжу. Или то, что я желтый весь. Вот, поехали. Значит, Катя спрашивает, что делать, когда у тебя вообще ноль просмотров, ты никак не виден в поисковике. По тегам тебя также не видно. Первый вопрос от Кати. Значит, что делать, если просмотров нет вообще? Если просмотров нет вообще, нужно покупать стартовый трафик. Я рекомендую покупать стартовый трафик в таких местах, в которых можно получить много просмотров, много ссылочной массы на старте. Я об этом говорил, если нужны ссылки, я могу ссылки дать. То есть, тут уж как бы, как договоритесь, я использую посев, вы можете использовать все, что угодно. Если нужна ссылочка, ну, соответственно, обращайтесь на вам ссылочку. Второй вопрос от Кати. Как уломать популярного блогера, запилить совместку с ноунеймом? Ну, нужно четко понимать, что в любых переговорах, в любом бизнесе, в любой сделке выгодно должно быть обоим сторонам. Зачем популярному блогеру делать с ноунеймом? Незачем. Как его можно заинтересовать? Ну, очень часто можно как-то мотивировать его тем, что у вас есть какой-то интересный ресурс. То есть, простой пример, у нас был кейс, да, у клиента не было денег, но была возможность для блогера предоставить вертолет, да. Блогер полетал на вертолете с этим ноунеймом и пропиаривал ноунейма бесплатно. Вот просто простой пример. То есть, у вас должен быть какой-то ресурс, который интересен другому человеку. Не обязательно деньги, не обязательно количество подписчиков. Окей, Алекс спрашивает, скажи, пожалуйста, можно ли поднять сейчас канал уровня Телблок с минимальными затратами? На какой тематике это можно осуществить? Как понимаю, игровая тематика не лучший вариант. Канал Телблок сейчас имеет 2 миллиона подписчиков. Это канал, к которому Матвей приложил руку. Я когда-то коучил человека, который Глеба Захаренко, отличный парень, шикарный канал. Ну, для той аудитории, которая есть, да. Можно ли сделать такой же канал с нуля? Я думаю, что нет. Просто потому, что нужно большое количество времени. То есть, естественно, можно сделать все, что угодно. Но сейчас быстро набрать 2 миллиона подписчиков можно только, если у вас контент уровня Дудя, контент уровня Сергея Дружко, а такой контент в России делают единицы. Поэтому, как мне кажется, это довольно сложно. Матвей, привет, пишет Кирилл. Привет, Кирилл. Какую тематику делать? Очень часто сегодня был вопрос. Делать тематику, в которой ты разбираешься и которую ты понимаешь, как монетизировать. Ну, простой пример, да. Скажем, ты занимаешься там катанием на роликах, ты играешь в какую-нибудь игру, я не знаю, ну пусть это будет формата, и ты умеешь там собирать, разбирать компы. Ты садишься и думаешь, ага, игра, ну игра никому неинтересна, не пойдет, там катание на роликах, ну какая-то хрень, собирать компы. Это тематика, которая там подходит, более-менее заработать можно, выбираешь ее. То есть, тематика, в которой у тебя есть компетентность, желание развиваться и тематика, которую можно монетизировать. Куда лучше давать рекламу? Сергей, хороший вопрос, очень сильно зависит от бюджета. То есть, если бюджет маленький, то я рекомендую посев. Если бюджет средний, то я рекомендую, наверное, комбинировать посев и, скажем, AdWords сейчас. У блогеров я рекламу не покупаю практически никогда. Последнее время, да, потому что если вы посмотрите старый мой какой-нибудь ролик, старый вебинар, раньше мы покупали много рекламы у блогеров, сейчас блогеры стали очень интересными. То есть, они хотят много денег за рекламу, которая работает хреново. То есть, я не привык платить за то, что хреново работает, поэтому мы блогеров практически не берем. Очень мало, очень выборочно, очень аккуратно, очень редко мы берем у блогеров что-то, но чаще всего блогеры это вот про то, что дорого и говно. Семен Кругляков пишет, привет, мой учитель, привет. Магистр тогда говорит, магистр йода. Да, поэтому мы сейчас отказались от рекламы у блогеров. Ну, практически полностью. Очень маленькое количество проектов. В основном это рекламная интеграция, интеграция какого-то продукта. То есть, поскольку мы говорим о продвижении каналов, каналы мы у блогеров не рекламируем. Спасибо за ваши сердечки. Они радуют сердце старика, пожилого человека, да. Присоединяются к нам новые люди. Илья, Ваня. Привет, друг. Есть желание купить у тебя коучинг. Пока на стадии работы обновляю комп, покупаю микро и так далее. Хочу снимать самые смешные моменты, монтаж и так далее. Что думаешь? Думаю, что приходи на коучинг. Каково твое мнение о платных онлайн-курсах по созданию этап-показин с нуля и прочее? Смотри. Дело в том, что есть огромное количество хороших курсов в интернете. Есть не менее огромное количество плохих курсов в интернете. Нужно понимать, работает ли ниша, курс по которой ты покупаешь. Почему я считаю, что курс по созданию интернет-магазинов тебе не нужен? Потому что интернет-магазин можно сделать за 10 тысяч рублей, за 15 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей. То есть, это не та сумма, которая является огромным препятствием для человека. Интернет-магазин можно сделать бесплатно. И проходить курс, чтобы что? Чтобы потом торговать товаром из интернета. Ну, я думаю, что если ты связан хоть как-то с товаром, ну, вообще слышал что-то о товаре из Китая, из других стран, из-за рубежа. Спасибо, Сергей, за розочку, да. Розочка прям такой мужской подарок. Вот. Если ты связан с товаром из-за рубежа, наверное, ты знаешь, что сейчас ужесточились таможенные правила, много посылок, требуют ИНН, и все это зависло на почте, на таможне и так далее. Я думаю, что слышал эту историю. Спасибо, Кирилл, спасибо, солнышко, да. Я думаю, что слышал. Поэтому сейчас товар привозить будет сложнее. То есть, создать интернет-магазин, да, пройди курс, научись создавать интернет-магазины. Ну, что ты потом с этих интернет-магазинов будешь продавать, понимаешь? Поэтому вот это большой вопрос, и, на мой взгляд, вот это самая главная проблема. Спасибо, Слава, спасибо, солнышко. Есть ли у тебя курсы для людей, которые готовы заниматься Ютубом и деятельностью интернет-магазином, но не напрямую саму снимать видосы? Да, это курс по серым каналам. Серые каналы работают не очень хорошо, но зарабатывать на этом можно. А курс... Ну, в общем, напиши в личное сообщение и скинем тебе. Хорошей трансляции, пока, да, пока. Вот. Матвей, у меня канал с детским летсплеем, уже все очень плохо. Просмотров было до 2000 просмотров, в день они росли, но потом на все эти ролики появились желтые значки, сейчас не снимаем, если смысл просто снимать. Татьяна, я считаю, что нет. Ну, если мое, мне интересно, я считаю, что нет. Матвей, когда ты говоришь, начал интернет-подвиз, можешь кратко повторить, пожалуйста. Посмотри, там же есть повтор, же есть. У меня интернет вроде нормальный. Да, Кирилл, спасибо, солнышко, спасибо. Что скажешь о перспективе влога и лайфстайла в 2018 году? Какой роль играют деньги в раскрутке канала? Деньги играют принципиально важную роль в раскрутке канала. Ну, деньги, это, понимаешь, это вот, ну, представь, что ты посадил помидоры и их не поливаешь. А деньги, это когда ты их поливаешь, у тебя там садовник вокруг бегает. То есть, вот эта вся история, это деньги. А что касается блога, понимаешь, лайфстайл. Если у тебя лайфстайл уровня трансформатора, да, или уровня Дудя, ну, конечно, делай лайфстайл. Ну, я тебе могу сказать, как Матвей, да, Матвей Северянин, мы не потянули. Мы когда-то делали лайфстайл-блог, он называется «Банановые будни», можете посмотреть. Но, понимаешь, нет у нас такого в жизни, у рядового человека, такого количества событий, которые можно выносить, и это было бы интересно. Как выглядит День Матвея? Матвей сидит с ноутбуком, ну, вот сегодня там сходил, ладно, в кино, у меня была интересная одна встреча. Но, понимаешь, на лайфстайл-блог этого контента мало, да, мало. Как вчера выглядел День Матвея? Матвей сидел в ноутбуке, работал, писал книгу. Понимаешь, то есть, сделать из этого какой-то интересный людям видео очень сложно, понимаешь. А, озвучивал ролики вчера, то есть, ну, вот, то есть, я, например, не вывожу лайфстайл-блог, честно скажу. То есть, ну, нет у меня такого количества событий. А делать события ради событий, ну, в отпуске, я на это согласен. Но опять в отпуске, ну, просто простой пример, да. Мы когда-то снимали матч Россия-Бельгия, и, понимаешь, можно спокойно сидеть, смотреть футбол, наслаждаться футболом, а можно как чокнутый сидеть вот этой камерой трясти и пытаться хороший момент снять. Ну, я не готов к этому, поэтому лайфстайл-блог это очень, очень сложная тема, и если ты ее потянешь, то все хорошо. Так, 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 так. Какую книгу? Пишу книжку. Ну, две книжки у меня есть уже, я думаю, что вы знаете. Пишу третью книжку. Привет, Матвей. Братан, там был какой-то вопрос, фидбэк. Вот, понимаешь, я не знаю, как его вернуть. Вот в чем беда. И вот оно, понимаешь, уходит, и не потому, что я не хочу ответить или что-то, оно вот получается раз, и вот как мне это нажать? На хрен мне сколько меня человек смотрит? Я хочу вот вопрос, чтобы повторился. Но, к сожалению, пожалуйста, повторите вопрос, да, про вот этот фидбэк, вот там что-то большой был. Правда, я просто, ну вот он, как это сделать? Я не могу. У меня нет, ну вот как-то комментариев, да. Тем временем Сергея отправляют мне хомячка с сердечками. Спасибо, Сергей, спасибо. Вот хомячок с сердечками, это именно то, что я хотел. Про что будет книга? Книга будет про YouTube. Ага. Да, выше писали о канале 100 книг за год, как обстоят твои дела там. Книги читаю, вот они появляются все больше и больше, причем это уже там какой, третий переезд, когда я все книги бросаю и новые появляются. А, к сожалению, канал про книги перестал вести по той причине, что не успеваю делать контент, который смотрит 200 человек. То есть, понимаешь, всегда есть какая-то история, что, ну, хочется делать то, что смотрит. 200 человек это мало. Та-та-та-та-та-та. Привет, ребят. Если нужны услуги СММ, милости прошу, пишет Илья. Илья, ну, кинь мне в личку коммерческое предложение свое. Вообще, что делаешь, сколько стоит, может быть, я заинтересуюсь. Как считаешь за какой соцсетью будущее? Я думаю, что за той соцсетью, которая даст людям возможность выкладывать простой, понятный контент. На данный момент я считаю, что лучшая соцсеть это Инстаграм, как ни странно. Потому что Ютуб это сложно, Ютуб это не для всех. Инстаграм, по большому счету, дает возможность делать какой-то интересный контент всем. Контакт это просто, ну, я считаю, что это уже не очень хороший, то есть, уже просто надоело всем и как-то действительно много мусора, много мусора. Вот мне сейчас больше всего нравится Инстаграм и соцсетей, хотя я сижу на Ютубе, естественно, и читаю блоги. В принципе, все. Ну, то есть, я читаю еще сайты, да, текстовые блоги, то есть, прям, ну, старый человек, он просто к чему привык, тем и пользуется. Привет, Роман, привет. Привет, Никита, привет, Гоша, привет. Привет. Вот, я, да, отвечаю на вопросы, просто, да, не пропадают, и поэтому вот я, к сожалению. Авто и такси тематика. 505 тысяч подписчиков, как бы срежать 200 тысяч? Покупать рекламу. Какой примерно заработок серых каналов отдавает ему очень много времени? Ну, я знаю людей, которые купили себе квартиру и машину на серых каналах за год. Лично знаю, ездил на этой машине даже. Собственно, интересует фидбэк по мобильному приложению для развития речи. Как считаешь, какой сегмент САА тут будет преобладать? Мини-презентация. Михаил, у нас есть программа, ты вот здесь зайдешь на мою личную страничку ВКонтакте, которая называется «Бизнес-план». Она не очень популярна, мы ее не так часто ведем, да, спасибо, Данил, но мы ее сейчас начали снова вести. И в этой программе два эксперта, Матвей Северянин и Максим Соколов сейчас. И Максим Соколов занимался разработкой мобильных приложений. Вот если ты зайдешь в бизнес-план в этот, вот просто в паблик в этот, и предложишь, это ко всем относится, свою идею бизнеса, вот эту еще раз ты повторишь туда, то я тебе обещаю, что твоя идея будет в одном из следующих выпусков, и мы с человеком, который занимался мобильными приложениями, полчаса уделим обсуждению твоей идеи, как ее можно монетизировать, стоит ли ее делать и так далее. Просто сейчас Матвей тебе за пять секунд не ответит. Но если у вас есть идея бизнеса, повторюсь, у Матвея есть паблик «Бизнес-план», его легко найти в подписках Матвея, легко найти на его страничке. Там можно писать свою бизнес-идею и получить целый аудио-выпуск с ответом на эту бизнес-идею. Сейчас легко очень сделать, потому что сейчас там нет большой конкуренции, потому что мы только-только начали этот проект возрождать. Такая вот история. Поэтому я думаю, что будет полезно. Да, Михаил сделал обязательно, я думаю, что это правда, мы постараемся. Я просто действительно посмотрю эту тему, и это интересно. Мы разные темы обозревали бизнесовые тогда, и действительно, я думаю, что это будет интересно и тебе, и нам полезно что-то посмотреть. Да. Ну что, я вижу, так люди заходят, люди уходят. Матвей, ты сейчас сказал про серый канал с большим заработком. Про что и как он делает свои видео, этот человек? Он делал по 2-3 канала, заревал по 30 видосов в день или как? Ответь, пожалуйста, Матвей. Не отвечу. Смотри. На серых каналах есть, грубо говоря, два способа заработать. Ну, грубо говоря, два. Первый способ – это, грубо говоря, Дарвей. Да, я думаю, что все про это слышали. Это большое количество роликов с переливом трафика куда-то. Второй способ – это длинные ролики с нарушением авторских прав чьих-то, да, где размещено много-много монетизации Ютьюба. То есть, о том человеке, если мы говорим, это был заработок на монетизации Ютьюба. Так. Поедешь ли в Воркуту? В Воркуту поеду только если совсем уж приперед, но планов нет. Можно провести тренинг в Воркуте, но желающих организовать я, честно говоря, не вижу. Стоит ли заниматься оформлением Ютьюб Твич ВК? Смотря сколько денег тебе нужно. Потому что я могу честно тебе сказать, что у нас был дизайнер на постоянке, мы пытались этим заниматься. Ну, даже 100-150 тысяч рублей на оформлении групп ВКонтакте. На Ютьюбе и всего остального заработать очень сложно. Очень сложно. Ну, какие-то вот там, ну, на кофе можно зарабатывать на этом. Может быть, даже на пару пачек в день. Ну, как бы вот, совсем скромно. То есть, у меня, честно скажу, был дизайнер, кстати, которому я платил 25 тысяч рублей, он не окупался. То есть, вот он работал еле-еле вновь. Можно подсказать какой-нибудь канал или сайт книгу про инвестирование. Солнышко, ты знаешь, к сожалению, я не могу подсказать тебе хорошую книгу про инвестирование. Просто потому, что я не знаю хорошую книгу про инвестирование. Но, пять секунд. Если уж тебе нужна какая-то книга, чтобы вообще понять, вот знаешь, такая вот первая книга про инвестирование, первая, тогда вот такая книга. «Миллион для моей дочери» называется. «Миллион для моей дочери». Вот если ты решил вот просто, ну, начать вообще просто вот, ну, базовые вещи, самая такая азбука, вот эта книга подойдет. Но тоже не в восторге и тоже не самая лучшая книга. Я думаю, что вообще я не встречал хороших работ по инвестированию. Вот, честно говоря, может быть, мне не попадалось как-то. Что касается моих инвестиций сейчас, это, как я уже рассказывал, это акции «Алросы», которые были куплены не вовремя. И, ну, вот они, к сожалению, лежат. На этой неделе были хорошие сделки по «Эпплу» у меня. Ну, там, это были шорты, конечно, да. Были хорошие сделки по привилегированным акциям «Сбербанка», как всегда. Я всегда, ну, очень люблю торговать «Татнефть», привилегированный «Сбербанк», не могу даже это выговорить, и «Аэрофлот», естественно. Вот на этом промежутке, вот последние две недели, там есть хорошие сделки у меня. И сейчас у меня «Алроса» мертвым грузом, естественно, в портфеле. И у меня сейчас акции «Яндекса», они сильно упали. И я, ну, делал на них большую ставку, я думаю, что в долгосрок они сильно растут, там почти 50% годовых. И сейчас акции «Яндекса» это вот, ну, большая часть, ну, не очень большая, да. Ну, вот у меня сколько, я два дня назад купил, они падали, они сейчас до сих пор падают, ну, на 200 тысяч рублей почти. Почему не инвестируешь в криптовалюту? Кто тебе такое сказал? Дело в том, что у нас есть майнинговые фермы, я об этом уже говорил. И у нас есть виртуальный майнинг, это удивительно, но я отбил те деньги, которые я вкладывал, поэтому... Я облачный майнинг, да, то есть я не буду это рекламировать, потому что у меня нет никакой выгоды, там нет реферальной программы, мне это не платят, но тем не менее. Можно ли заработать на музыкальной тематике? Ты знаешь, я как человек, у которого вот, я просто не очень могу показать, потому что из-за переезда я же переехал, да, и у меня очень большой бардак, и я бы хотел тебе показать, что у меня вот стоят замечательные инструменты здесь, не знаю, насколько видно. Как человек, который, ну, в общем, не чушь музыки и даже когда-то ее писал, могу сказать, что музыка – это одна из самых таких тем, на которых заработать нельзя вообще. Практически, да, то есть, ну, это вот... Единицы могут заработать на музыке, скажем так. Поэтому я считаю, что тема мертвая. Окей. Буду с вами прощаться. Счастья, здоровья. Если хотите, завтра снова выйду в прямой эфир. Даже можем время согласовать. Кто хотел бы, чтобы завтра была трансляция в 4 часа? Так, ты вроде гарантируешь результат своих коучингов, и у тебя даже есть кнопка в облойле, типа того, то есть я могу купить тебе коучинг, и ты за ручку приведешь меня к заработку. Да, это возможно. Это возможно, более того, у нас есть гарантия результата. То есть, если ты работаешь по нашей схеме, по нашей инструкции, ты... Если ты не окупаешься, не выходишь в плюс, там есть гарантии, там они прописаны, то мы тебе возвращаем деньги. Это так. Завтра в 4 часа. Завтра в 4 часа по Москве. Пообщаемся. Поотвечаю на вопросы. Если у вас есть вопрос, и вы точно хотите, чтобы я на него ответил, напишите, пожалуйста, в личку трансляция и вопрос. И я прям в начале просто зачитаю так же, потому что в чате они теряются. Простите, пожалуйста, но я, к сожалению, не успеваю. Всем удачи, счастья, здоровья.